Всем привет! Меня зовут Алена, вы на канале Казяварт. Сегодня я буду рисовать пуму карандашом на белой бумаге. Рисунок будет достаточно простой, поэтому присоединяйтесь, буду рада видеть ваши рисунки. Первое, с чего я хочу начать, это с линии вертикальной. Вы можете нарисовать ее от руки, можете упростить себе задачу, взять линейку и нарисовать просто ровные линии. Теперь горизонтальную линию хочу нарисовать и в этой точке, которая у меня получилась, будет круг. Для этого я отмеряю одинаковые отрезки сверху и снизу. И теперь мне эти отрезки нужно еще влево-вправо сделать. Можно было бы, конечно же, просто от руки нарисовать этот круг, а потом разметить страницу, но я решила именно с этого начать. Круг сначала у меня получается не очень ровным, да и, собственно, как в конце, но, в крайней мере, я немножечко стараюсь. Теперь отмеряю половинку вверх. Ой, половинку говорю. Целый круг вверх, вниз половинку. Вот таким образом. Теперь вот здесь нужно разделить отрезок, вот этот отрезок пополам. И сделать точку чуть-чуть выше этого отрезка. Далее проведу линии вертикальные справа и слева. Стараюсь достаточно ровными проводить, но, как обычно, ничего не получается. Доведу линию, чтобы ее было видно. Теперь ровно посередине провожу линии с одной стороны и с другой стороны. И получается у меня вот такие вот квадратики. Это будут глаза. Да, где-то квадратики, прямоугольники-тире. Теперь хочу отмерить там место, где будет нос. Это вот здесь серединку отмеряю. Отмечаю линию. И чуть выше крайней точки нижней. Здесь будет подбородок, а вот тут будет нос. Нос, он такой, знаете, в виде треугольничка, наверное. Больше похож на треугольничек. Но края таки срезаны справа и слева. И хочу наметить глаза. Рисую линию с одной стороны, с другой стороны. Как бы делю глаз, грубо говоря, на две части. Одна, которая такая косая линия, другая прямая. И намечаю два полукруга. Хотел сказать круга. Но это сложно назвать кругом. Глаза будут, ну, не в полный вот этот вот квадрат. То есть чуть-чуть меньше. Где-то посередине их нужно вписать. Чтобы получить вот такие вот шары. И теперь делю верхний отрезок напополам. Это будет лоб. Верхняя часть лба. Верхняя часть лба. Ну, короче, вы поняли, да? И здесь вот будут ушки. Начало ушек. Сейчас я покажу, что нужно отмерить, чтобы вообще нарисовать эти ушки. Здесь половинку беру и отмеряю ее вправо. Здесь тоже половинку беру и отмеряю ее влево. И вот это будет граница ушек, собственно. Сверху тоже отмеряю линию, чтобы только квадратик получился. Или прямоугольник. Что уж там получилось. Что-то получилось. Три прямых линии получилось. Или непрямых. Далее делю вот эти отрезки на три части. И крайнюю часть выделяю. Ой, крайний отрезок. Это будет край скол. Ну, вот самой головы. Рисую ушки. Ушки я просто так, ну, как бы набрасываю. Сильно их пока не прорисовываю. Где-то вот в этом месте ухо будет заканчиваться. Ну, просто пока просто наброском делаю. Ничего такого особенного. И вот где-то в этом месте будет закругление. Ну, и добавляю дуги в этих местах. На оригинале, на картинке у него там просто скулы такие, какие-то круглые. Потому что голова смотрит, как бы из-под лоба он смотрит. Голову не спустил. Теперь на этом этапе хочу нарисовать ему щеки. Собственно, откуда усы растут. Они будут не дальше, чем край глаза. То есть где-то ближе к краю глаза. Но не дальше. Здесь у него горбушка будет в этом месте. Просто какую-то дугу нарисовала и все. Типа горбушка. Сделаем вид, что это типа так и надо. Здесь у него будут скулы. Провожу две линии. Но это опять же пока просто набросок. Она будет где-то выходить с верхней части щеки и как бы уходить в бок. Туда ближе, где скулы будут. В этом месте ставлю точку. И провожу вот такую дугу от глаз. Но это скорее уже я просто намечаю линии. То есть это уже не обязательно. Это уже для себя. Просто намечаю, чтобы потом проще было разобраться, где куда чего всувать. Скажем, это верхняя линия бровей у него. И вот здесь проведу две такие дуги. Дуги. Это у него типа лапы, короче. Там я сами лапы не стала прорисовывать. Думаю, так как это видео про то, как нарисовать голову. То есть, собственно, тело я особо и не удавалась в подробности к этому рисовать. Теперь отмеряю точку чуть ниже вот этого лба. И рисую уши. Они немножечко скругленные в итоге-то получатся. Не такой острый угол у них, конечно, у уха. И вот здесь еще добавляю пару линий. Потому что уши, они не плоские все-таки. И хочется, чтобы они были объемными. Даже не знаю, с чего начать. Может быть, с глазу начать? Начну, думаю, с глазу сейчас. Здесь вот прорисую линии темные. Ну и решила все-таки с глазу, короче, начать. Это у меня карандаш 7Б. Супер мягкий, который прям вообще мягкий. Я очень осторожно провожу у него под глазом линию. Мне надо, чтобы у него было две линии темных. Это зрачок. Ну, вернее, не зрачок, а сам глаз. Вот это вот, как он называется? Белок вот этот. И под белком я еще хочу, чтобы у него линия была. Она, типа, даст объем, короче, этому глазу. Ну и нижняя линия, она соединяет верхнюю. Вот эту века верхняя. И внизу этот треугольничек, короче, делает. И с другой стороны то же самое. Так же провожу ему линию самого глаза. И внизу, ну что это, нижняя века получается, что ли? Как она называется? И опять же, видите, соединяя верхнюю часть и нижнюю часть. Как бы нижняя часть, она как бы в треугольник так уходит. Ну и здесь у него такие отводы от глаз. Убираю вот эти линии носа. Как такового зазора между носом и глазами не будет, потому что он смотрит вниз и морда направлена вниз. Ну, вернее, смотрит он прямо, морда направлена вниз. И как бы вот это вот, ну, нету вот этой части, когда нос вперед смотрит. Он нос как-то вниз смотрит, получается. Подправляем глаз, чтобы пубма оказалась такая, типа, грозная. И зрачки у него выходили из-под лобья. И зрачок, собственно. Зрачок не довожу до конца, потому что там будет темная часть. Она... Ну, мне там не нужен зрачок. Художники бы сказали, верхняя века откидывает тень на глаз, а нижняя века принимает свет. Поэтому нижняя века всегда стлее, чем верхняя. Вот. Ну и, собственно, пума-то готова. Ее осталось только заштриховать. Ну и лишние линии убрать не нужны. Здесь я решила подправить ему щеки, потому что щеки слишком круглые. И я сделала скос с одной и с другой стороны. И получились вот такие, как бы, угловатые щеки. Вот так. Ну и все. Убрала лишние линии. Беру карандаши. Это у меня 7B, HB и 2B. И начинаю его заштриховывать. Начну с глаз. Беру мягкий карандаш. И начинаю прямо очень сильно давить на него. Обязательно, чтобы карандаш был хорошо заточен. Потому что, если он будет нехорошо заточен, то вы просто не сможете нарисовать вот такие темные части на морде кошки. То есть, ну сможете, но недолго. Пока карандаш остро заточен, он весь, всю поверхность, как это сказать, все поры, короче, забивает. И получается очень темный такой цвет. Сейчас я делаю самые темные части на морде кошки. Это нос, это зрачки, и под глазами, и в уголках. И рисую вот здесь в уголках еще носа с одной и с другой стороны. Почему с темных частей начинаю? Потому что глаз человека видит черное и белое. Ну, можно сказать, пятнами, да? Черное и белое у него воспринимается лучше. И поэтому, когда начинаешь с темных пятен, потом легче светлые пятна нарисовать. То есть, ты уже контролируешь там, насколько светло это пятно будет. И уши у него еще черные. И еще у него черные места, где щеки. То есть, по краям щек. Здесь я ускорила немножечко, что и так понятно, как заштриховать уши. Это, наверное, понятно, как это. Если не понятно, скажите, я не буду ускорять. И вот здесь вот возле, ну, не возле, а на щеках, вот здесь по краям тоже делаю такие, как бы. Веду карандаш просто кругами. Просто, как сказать, объяснить-то. Щеки, они округлые, овальные. И поэтому я и веду это кругами. Штуку. Здесь вот делаю угловатые немножечко у него скулы. Слишком круглые, мне кажется, получилось у него морда. Поэтому хочу сделать немножечко угловато. Теперь беру карандаш HB. Либо абсолютно любой другой. Можете взять потверже, который заштриховываю сначала глаз. Желательно это, конечно, делать по его объему. Но я просто штриховала. И так нормально. По жизни, да? И так нормально. Вот. Потом чуть темнее делаю возле зрачка. Сверху оставляю светлую часть. Не сверху даже, заштриховываю сверху под верхним веком. Прямо хорошо заштриховываю, чтобы было темно. И под вот этим темным оставляю чуть-чуть светленького. То есть это будет блик. С другой стороны делаю то же самое. Заштриховываю вокруг. Но это как-то не радужка называется, а как-то. Ну, типа, это рычок, где расширяется там темная часть. И вот сверху я заштриховываю. И оставляю... Кстати, в зрачках оставила блики. Их проще оставить, чем потом сделать по-новой. Нижнее веко я заштриховываю немножечко. Потому что оно не должно быть светлее блика. Ну, так более, как бы, скажем, смотрится интереснее. Здесь вот немножечко добавляю темных участков. С одной и с другой стороны. Рисую два глаза одновременно. Потому что заметила за собой такое, что если один глаз нарисуешь, второй уже, ну, типа, не получится. Или забываешь, какие карандаши ты использовала. Или еще что-нибудь. Вот, беру мягкий карандаш. Возле уголка я затемняю хорошо. А вот с другой стороны я как бы оставляю. Видите, такой светлый. Светлую часть такую оставляю. Беру клячку и немножечко добавляю блика в глаза. И тем самым у меня получился темный зрачок. И вот такие вот блики. Хорошо просглядываемые. Ну и все. Сейчас буду заштриховывать все остальные участки. Штриховать буду мягким карандашом, карандашом HB. Ничего такого особенного. Просто делаю пятна темные. Шерсть рисовать не буду. Не хочу. А вот так вот. Как бы простенько так это все сделаю. Штриховать, кстати, буду боковой частью карандаша. Ни в коем случае не штрихуйте тонкой частью, если не умеете вообще штриховать. Потому что там надо контролировать нажим. А так как я рисую все очень легко и просто, и чтобы быстро, потому что я ленивая. Поэтому я рисую боковой частью. И, собственно, получается даже как-то менее грязно, что ли. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Обязательно рисуйте вместе со мной и скидывайте рисунки мне в инстаграм или в ВК. А эти рисунки я потом публикую в одном большом видео с вашими работами. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.